Приветствую вас, я полагаю, что вы чувствуете себя очень потерянно, я полагаю, что вы чувствуете себя очень неопределенно, в порвешенном состоянии, вы чувствуете себя травматично, то есть привычные причинно-следственные связи, которые были опорой для восприятия окружающего мира, сейчас просто-напросто разрушились, и вы чувствуете себя очень тревожно, беспокойно, и вам страшно, страшно перед той неопределенностью, которая может быть, вот, перед той неопределенностью, которая есть, перед теми вызовами, которые могут быть в вами брошены, перед мужчиной, который оказался совершенно незнакомым, как я понимаю, ну вот, ну вы думали о нем одно, да, а оказалось, что он совершенно другой, вот, с другой стороны, очевидно, что вы хотите сохранить ребенка, и хотите сохранить жизнь, что тоже достойно уважения, конечно же, вот, а вопрос заключается в том, сможет ли вы дать ему достойное, так скажем, воспитание, достойное существование, ну вот, и близко к всему у вас есть очень, наверное, сильная обида на мужчину, который с вами так поступил, да, то есть вы, судя по всему, ждали от него чего-то другого, вы, судя по всему, ожидали от него другого, какого-то поведения, вы, судя по всему, хотели, хотели, чтобы он как-то вот немного иначе себя повел здесь, вот, вот, но тем не менее, тем не менее, этого не произошло, и, соответственно, вы теперь оказались в очень затруднительном положении, вот, вот, я понимаю вас, я даже вот через текст чувствую ту, такую, знаете, потерянность, которая, которая от вас исходит, вот, но сейчас, мне думается, гораздо важнее определить для себя, значит, что вы будете делать дальше, и как вы будете делать дальше, ради чего вы будете делать дальше, вот, чем вы хотите дальше жить, чем вы хотите ориентироваться дальше, то есть, мне кажется, что нужно вот этот момент обязательно определить, не очень понятно, как вы будете выбирать психолога для постоянной поддержки, то есть, ну, что вам нужно, да, вам нужна директивная направляющая составляющая, или вам нужна не директивная такая, свободная форма обратной связи со стороны специалистов, то есть, опять же, это нужно, как бы, исследовать, то есть, это нужно исследовать, это нужно понять, что вы хотите. То есть, здесь, на мой взгляд, есть такой вот элемент неопределенности, что же. Давайте разберем ваш текст, значит, я забеременела одного человека, от ребенка не отказывается, материально готов помогать, но сказалось, что жениться не будет. Смотрите, здесь проявляется то, проявляется то, что, на мой взгляд, привело вас к данной ситуации. А именно, здесь проявляется некая безответственность по отношению к себе, ну, то есть, вот вы, как вот вы к тебе относитесь, да, вот проявляется некая безответственность, потому что, ну, вот вы говорите, я забеременела от молодого человека. Далее вы пишите, что он не предохраняет, и что он знал, что вы можете забеременеть. Но ведь не предохраняться, был ваш выбор. Понимаете? Возможность забеременеть до, допустим, теоретической женитьбы тоже была, и вы ее допустили. То есть, я вас не обвиняю сейчас, у меня нет цели вас обвинить именно. Я просто хотел бы понять вас, вашу, может быть, логику, вашу позицию. То есть, вы знали о том, что вы сможете забеременеть, вы знали о том, что вы не собираетесь за него выходить замуж, и вы допускали, допустили беременность. Вот для меня это несколько странно на самом деле, скажу честно. Странно, ну, потому что, получается, что вы не отвечаете за свои действия. Дальше. Вот что можно сказать еще. Можно сказать еще, что вы почему-то считаете, что мужчина должен был жениться на вас. То есть, почему-то вы считаете, что мужчина должен был на вас жениться. Мне бы тоже здесь хотелось вас спросить, почему вы так считаете? Почему вы считаете, что мужчина должен был на вас жениться? Только потому, что, вот, вы забеременеет. Ну, очевидно, что, если он не хотел на вас жениться раньше, если у него не возникло желание на вас жениться, то откуда это желание появится после того, как вы забеременны? То есть, это будет тоже такой момент, на который, мне кажется, нужно обратить внимание вам. Потому что, ну, у вас ведь есть, я так предлагаю, какие-то ожидания. И эти ожидания, они на чем-то основываются. Вот. И, соответственно, этот момент нужно поисследовать. Как у вас, вот, система ценностей, система восприятия себя и мужчин, ну, мужчин, мужчин, мужчины работают, что вы допускаете вот такой момент в отношении себя. Дальше. Так, мы встречались и жили вместе около полугода. Ну, тут, ну, тут, понимаете, очень важно разобрать контекст ваших отношений и то, насколько много у вас общего, ну, было, есть с мужчиной. Понимаете? Потому что, то, что вы встречались и то, что вы жили полгода, это, ну, не особо о чем говорит. Понимаете? То есть, мне, по крайней мере, так это видится. Тут нужно разбирать, насколько оправданы были ваши ожидания. Дальше. Месяц назад узнала, что жду ребенка, и эта беременность смыла с меня розовые очки о нем, что я в шоке ничего не сказать. Значит, ну, здесь, опять же, я боюсь, что скажу то, что вам не понравится, но вот с учетом того, что вы говорите дальше, что он знал и так далее, и так далее. Помимо того, что это снятие с себя ответственности за то, что произошло, состояние шока, состояние шока, это также достаточно удобное состояние для того, чтобы не брать ответственность на себя, а, грубо говоря, обвинять мужчину. Потому что, получается так, что вы забеременели и ожидали, что он на вас женится. Как бы причинно-следственная связь этого, как я уже сказал, ну, не совсем, не совсем ясна, на мой взгляд. Дальше. Значит, он знал, что я могу забеременеть, а забеременеть, а вы не знали, мы не предохранялись. А почему, почему вы не предохранялись, не озаботились этим? Когда это все-таки случилось, а когда это все-таки случилось, такой сюрприз, сюрприз для меня. Ну, опять же, опять же, вот, стоит подумать, а такой ли это сюрприз? То есть, вот, я, я серьезно говорю, такой ли это сюрприз? То есть, действительно ли это сюрприз для вас? Ну, понимаете? Потому что, я не верю, что вы не чувствовали раньше, что человек может, ну, вот, как-то так поступить. Сначала у него была истерика, вспоминание всех наших ссор, так, из-за чего вы ссорились, какая я плохая и что он не хочет жениться. То есть, человек не хочет ответственность, всегда не готов стать отцом. Его можно понять. За будущего ребенка заботится материально, интересуется всеми анализами, дает деньги и так далее. Вы знаете, аноним, возможно, мышине сложно принять вот тот факт, что он станет, ну, папой. Мужчине, может быть, мужчине сложно это, ну, понять и принять, да, вот, но то, что он интересуется ребенком, в принципе, на мой взгляд, хороший, хороший знак, потому что, возможно, возможно, он все-таки будет уделять внимание ребенку и, возможно, все-таки возьмет на него ответственность, за него ответственность, в том числе. Потому что, если бы он, ну, допустим, там, не хотел бы брать ее, то он бы уже давно исчез. А так он исчез, и это довольно позитивный момент. Ну, на мой, на мой взгляд, на мой взгляд, мне так видится, мне так кажется, вот, я опять же не буду здесь утверждать наверняка. Вот, потому что, ну, понятно, что рассчитывать нужно на себя. Просто не торопитесь, возможно, с выводами, да, дайте время еще мужчине, посмотрите на динамику. Для некоторых людей подобные известия могут стать действительно очень неожиданными и такими достаточно травмирующими, скажем честно. Вот. Дальше. Так, спустя пару дней немного отошел, стало все по-прежнему, я расслабился, прошло немного времени, мне сказали, что поцелую лишнее. Так, я расслабился, ну, вот опять, да, здесь вы расслабились, опять поверили в то, что ситуация изменилась, изменилась, опять же здесь вы, как бы, знаете, с готов, ну, с какой-то вот готовностью, что ли, опять сбрасываете с себя ответственность за то, что происходит. Потому что, ну, потому что, ну, вот расслабились, да, то есть, казалось бы, ну, истерика, что это как будто достаточно серьезная, взяли и расслабились, опять. То есть, такое впечатление, что вы не хотите принимать, вот, реальный мир таким, как он есть. Дальше. Ага. Просло немного времени, мне сказали, что поцелуи лишние, потому что его решение относительно меня не изменилось. Вот здесь очень чувствуется сильно, я не знаю, как, конечно, вы на это проагируете, но очень сильно здесь чувствуется, что вы не отвечаете за себя. Вы не отвечаете за свою позицию, за то, что с вами происходит. Вот. Вот. Возможно, возможно, за свои интересы. Вот. Ну, то есть, вот, когда человек говорит, что мне отказали, да, что отношение, отношение, вот, ну, что, мнение относительно меня не изменилось. Ну, зависимо от него, получается. Интимные отношения прекратились с того момента, как мы узнали о беременности. Опять же, нужно обговорить, почему прекратили. При том, что во всем остальном он ведет себя, как обычно. А, ну, просто отгородился от той ответственности, которая ему не нужна, и все. Ага. Недавно начал вечером ходить гулять с какими-то девочками. Ну, опять же, чтобы чувствовать себя свободным. Я знаю, что здесь слезы не помогут, поэтому мне важно ваше мнение. Слезы от чего у вас анонимит? Мне нет. По поводу чего вы хотите узнать? А, так, значит, хочу найти психолога, который будет вести меня на протяжении всей беременности. Если бы вас, ребята, я не буду. Об этом я сказал. Потому, как я поняла, это не последний сюрприз из его страны. Опять же, с чего он взялся? Что на это указывает? То есть понятно, что сейчас доверия между вами, ну, гораздо меньше. Ну, это понятно. Что доверие сейчас между вами, ну, пропало. Вот. Я понимаю. Я понимаю. Но, опять же, есть ведь, наверное, наверное, какие-то основания для вас полагать, что от него, ну, можно еще чего-то ждать. Понимаете? Вот. Не хотели бы вы разобраться с тем, почему вы так считаете? Вот. Несмотря на то, что он, по сути, вас, ну, не предал, да? Просто продемонстрировал продемонстрировал своё отношение к вам, такое вот. Ну и дальше вы пишите, а морально поддержать меня некому. То есть, я из этого делаю какой вывод, ну вот, какой вывод я могу из этого сделать, я могу из этого сделать вывод такой, что у вас нет друзей, которых бы вы доверяли, у вас нет людей, на которых бы вы могли опереться, и поскольку вам нужна вот поддержка, морально, морально поддержка. Я так подозреваю, что сами вы, ну, в себе, но опять же, не сказать, что вы уверены, то есть не сказать, что вы вот уверены в себе и в том, что, ну, в том, что вы делаете. Это мне кажется ключевой момент, то есть ключевой момент это, почему вам, именно вот почему, почему вам нужна моральная поддержка. То есть, там, допустим, ну, в результате чего, вследствие чего вам нужна моральная поддержка. Особенно, если вы, допустим, считаете, что ребёнка, ну, нужно оставить, то есть, казалось бы, если вы считаете, что ребёнка нужно оставить, значит, вы, ну, знаете, с чего вы хотите, если вы считаете, что ребёнка нужно оставить, значит, вы понимаете, что за этим следует, допустим, вот, а моральная поддержка вам всё равно нужна. То есть, вы, получается, не готовы, вот, но всё равно хотите это сделать. Тут, опять же, вопрос встаёт мотивация. То есть, это вопрос того, для чего вы это делаете. Вы говорите, что ребёнка убивать не будете. Вы его не убиваете. То есть, не обязательно вы убиваете ребёнка тем, что делаете аборт, потому что, там, многое зависит от срока беременности. Вот. То есть, если вы решили оставить ребёнка, если вы его действительно решили оставить, если вы в этом уверены, если вы хотите ребёнка, если вы можете его обеспечить, то всем вам нужна поддержка. Будет ли ребёнку лучше, если, если его мама будет находиться в стрессовом состоянии, в стрессовом, ну, в стрессе? Да, я не уверен, если честно. Да и вы, мне кажется, тоже знаете, что хорошего не будет. Вот. Что есть тут? А вот этот момент тоже, мне кажется, нужно исследовать. Этот момент тоже нужно изучить. Вот. Как вам можно ответить? С точки зрения профессиональной психотерапии. Я надеюсь, что помог вам, если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Лож8 Jeremiah 636-1277. Удачи. В предыдущем часть added. Пол М10 или месяц. Выд aqueles началь Santiago от внутреннего